На хоккейном поле лежат три шайбы. Хоккеист бьет по одной из них так, что она пролетает между двумя другими. Так он делает 25 раз. Могут ли после этого шайбы оказаться на исходных местах? Чем они занимаются? Три точки, в которых шайба. После этого одна точка проходит между двумя другими неизвестно на какое расстояние. Может быть на сантиметр, может быть на километр, но главное, точка пролетает между двумя другими. Все, встала. После этого одна из точек пролетает опять между двумя другими. Потом еще, еще, еще. Совершенно верно. Вот на этих трех предметах вот так и происходит. Значит, есть наши три предметика. Значит, происходит очень простая вещь. Вот этот взял, полетел. Потом этот сюда полетел. Потом этот полетел сюда. Потом этот сюда. Потом этот прилетел сюда. Потом этот прилетел сюда. Этот сюда. Этот сюда. И так далее. Вопрос. Может ли после 25 раз картинка вернуться строк к первоначальному положению? Так, чтобы вернулась, да. При этом первоначальное положение не помнит, кто где стоял. То есть не просто три точки, а три точки, вот, каждые на своем месте. А, B, C, то не может быть B, A, C. Да. Понятно, что 25 – это просто неучетное число. Да. То есть вместо него можно было учить 37 или 28. Да, да, да. Вот за один раз могло, чтобы все вернулось на исходное место? Не могло? За два могло. А? За два могло совершенно запросто. А, он не сможет, потому что он не сможет. Почему? Надо идти, чтобы нечетное число. Хорошо. И что, чтобы нечетное число? Потому что каждая из них должна влететь и влететь. Не обязательно. Я же только что показал, как можно пройти вот вокруг этого цветка. Так вот перекладывал, перекладывал. Другое дело, что если бы я аккуратно следил, то действительно мне удалось бы только зачетное число. Почему? Чем так принципиально отличается? Четное или нечетное? Не такая же задача, как тогда с конем. Он ходит, проходит несколько раз, а потом возвращается. В некотором смысле. У нас сегодня все задачи как-то с конем. Потому что нам нужно понять, четное или нечетное, белое или черное. Вот такое чередование. Вопрос. Что чередует? В случае коня все было просто. Цвет в поле. Нет. А здесь что? Вот отрезок, через который я пролетаю. Слушай, у тебя были. Потом этого отрезка уже не станет через несколько раз. К десятому разу у тебя уже ничего не будет. К десятому разу? Ну, к пятнадцатому уже тем более. А к двадцать пятому так вообще. У тебя очень быстро теряется понятие. Переложил, переложил, переложил. Потому что, посмотрите, вообще... Вопрос. Что отличает положение трех предметов такое, от положения такого? Такое? Да. Вот был треугольник. Сиреневый, зеленый, красный. Стал треугольник. Смотрим. Сиреневый, зеленый, красный. Сиреневый, зеленый, красный. Чем они отличаются? Потому что мы уже... Давайте засечем вот этот отрезок и прохождение. Она прошла через него. Не то. Может... По внешнему виду. Вот представь. Оно отразилось. Отразилось, да. Отразилось. Еще раз. Сиреневый, зеленый, красный. Давайте следить вот до отражения. Сиреневый, зеленый, красный. Теперь здесь следим. Сиреневый, зеленый, красный. Это столько получается. Каждая такая линия отражается на тебе. Не то. Как это сказать по-русски? Вы... В то место, где стоял шею, цепку цепку, не знаю, что она тут сидела. И когда она выходит в то место, в которое она тут пришла, ставим тут. Не то. Совсем не то. Чем принципиально отличаются два треугольника? Один в эту сторону, а другой в эту. Не понимаю. Точки. Вот этот треугольник смотрит туда вверх. Что такое смотрит вверх? Нос вверх. Не понимаю, что такое нос вверх. Вот он на плоскости у нас лежит. Где у него нос? Какая из трех точек у него нос? Вот та, которую мы передвигаем, это нос. Да, а потом мы будем передвигать другую. И это станет носом. Ну и типа я не поймешь, что такое нос вверх? Не понимаю. Вот к нам. Вот это будет носом. К нам это будет носом. Та, которая у нас сейчас, это сейчас нос. Мы не знаем, какую сейчас будем передвигать. Понятно. Еще раз. Мы не знаем, какую будут передвигать. Есть предложение в коле нарисовать треугольное поле и раскрасить шаром на порядке. Нельзя. Почему? Очень просто. Мы не знаем, на какое расстояние будут передвигать. Если бы они прыгали, ну как сказать, если бы у нас была сетка из сторонних треугольничков, и они прыгали бы, то тогда, давайте, пожалуйста, рисуйте раскраску. А здесь картинка может очень сильно менять пропорции, потому что каждый раз она проходит на неизвестное расстояние. Поэтому так не получится. Доложите ручки, они ни при чем. Тут мозги нужны. Ребята, вы должны представить себе эту картину. Когда есть три точки, и эти три точки вот так вот перемещаются. Понять, чем принципиально отличается один треугольник от другого. balance наш ручки, соответствующийcott, уважается один кромик da сетка промежautre кгоменов. Уважается обработок версии span, послуж stadium, цветuka, 작 сторона дилой gece 아니라고. Ничего не exertает идея. Если бы у нихatu, gleго DY-ку interests 0, области, треугольник от Heart flights if not education, Взрыв Ну, это как-то по-другому Вообще-то это называется процесс обучения Это же вот такое вот... Здесь вот столбое отражение вот так вот. Что? Это же, если бы я поставлю зеркало, и оно вот так отражается. Отлично! Ну, оно-то может еще и сказиться. Ну, и как это сказать строго? Чем отличается один от другого? Надо понять, чем отличается треугольник после одного хода. Что с ним происходит? С конем происходила очень простая вещь. С черного поля на белое, с белого на черное. С треугольником происходит тоже что-то такое абсолютно фундаментальное простое. Чтобы это вот ушло? Да, то. Ей надо будет еще сделать такой, чтобы... Не то. Как на глаз определить? Вот давайте представим такую вещь. У вас есть три точки на плоскости, и им запрещено попасть на одну прямую. Вот им разрешено как угодно танцевать, лишь бы они никогда не оказались на одной прямой. Вот они танцуют, 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 вы на них не смотрите. Они это правило соблюдают. И представьте себе, они один раз это правило нарушили, и какая-то точка прошла через отрезок, или пересекла даже прямую. Вопрос. Как это увидеть? Что при этом произошло? Что изменилось? Давайте поднимем позицию. Что? Поднимем позицию. Чем отличается треугольник до прохождения от треугольника после прохождения? Одна... Одна ветшина применяла место. Не то. Еще раз. Они могли танцевать по плоскости втроем, пока не пересекали, пока не было такого, что три точки лежат на одной прямой. Очень долго. Они могли там как-то поворачиваться. Это пожалуйста. Вот какая-то штука не менялась при этом. А вот как только прошли через отрезок, что-то резко изменилось. Вспомните, вот такая есть штука ленты Мёбиуса. Есть Мёбиуса? Да. Вот там, когда мы клеили ленту Мёбиуса, то есть очень важная вещь. Можно... Что там есть? А, что когда я прохожу, то я буду и на лицевой стороне, и на лицевой стороне. Вот, 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 вот. У плоскости две стороны. Отлично. А у треугольника? Три. Три. Три? Три. 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 Сиреневую, красную Да, зеленую Сделайте, зеленую соедините в одну Да А, знаю Зеленая, сиреневая, красная Я не знаю, что меняется Да Вот это сторона А А снизу сторона Б Меняются А и Б Итак, еще раз повторяю Зеленая, вот посмотри зеленая Нет, рукой за зеленую возьми, пожалуйста Дальше, сиреневая Той же, да И красная Отлично Если мы идем в таком порядке Это как называется Движение Зеленая, сиреневая, красная Называется в какую сторону По часовой стрелке или против Против Теперь любой из этих трех фигур Сделайте ход Вот пройдите Да, отлично Зеленая, сиреневая, красная Теперь как По часовой По часовой Каждый раз меняется Против или по часовой Конечно Как называется у треугольника Движемся мы по часовой или против Ориентация Ориентация А именно Каждый раз меняется ориентация треугольника Нам надо второй раз Чтобы ее на путь Если делаем 25 раз То ориентация изменится Потому что когда делаешь четное количество То ориентация сохраняется Значит, ребята, надо четко запомнить У плоскости есть две ориентации Два направления вращения По часовой стрелке И против часовой стрелки Когда вы берете любой треугольник И нумеруете его вершины числами 1, 2, 3 То у вас возникает порядок прохождения вершин От первой идем ко второй От второй к третьей От третьей к первой И это движение происходит Либо по часовой стрелке Либо против Поняли? Да И задача о том Что при каждой операции Которая в ней написана Ориентация меняется Поняли идею? Да Отлично Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!